Здравствуйте! В эфире новости губернии. В студии Олег Зверев и в начале выпуска коротко о главных темах этого дня. Новоселье в новом году в правительстве региона посчитали оставшихся дольщиков, кому, в какой срок и по какой цене достроят. Статистика по областным долгостроям через несколько минут. Победа будущих олимпийцев. В Самаре прошел традиционный бал юных спортсменов, о чем мечтает новое поколение чемпионов и почему равняется на Пифагора, узнала наша съемочная группа. Время рождественских торжеств. В Самаре католики и протестанты отмечают сочельник. Православные реставрируют еще один исторический храм, чтобы провести первую службу 7 января. Сегодня на новый старый храм установили временный купол. Утверждены основы государственной культурной политики России. Об этом сообщил президент Владимир Владимирович Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по культуре и искусству. Еще в 2012 году в майских указах глава государства предложил переосмыслить подходы к сфере искусства, в полной мере оценить ее роль в жизни и развитии общества. В новой концепции российская культура – это целая миссия. В документе рассматриваются вопросы сохранения культурного наследия, просвещения и воспитания молодежи. В заседании принял участие губернатор Самарской области. Опыт региона не раз приводился в пример. Ольга Павловская продолжит. Что такое культура и как стать культурными? Пожалуй, так можно сформулировать вопросы, которые обсуждали сегодня на заседании. Многие присутствующие отмечали, что к этой теме впервые подходят настолько многогранно. Основы государственной культурной политики подготовлены и сегодня утверждены. В них отражено отношение к культуре как к миссии, как к общественному благу и историческому наследию, как к системе ценностей и нравственных идеалов. Такое всеобъемлющее понимание культуры означает и кардинальное изменение самих приоритетов государственной политики. На первый план выходят процессы просвещения граждан, особенно детей и молодежи. Повышенное внимание уделяется их духовному, творческому развитию, воспитанию патриотизма, а также созданию на всей территории России качественной культурной среды, доступных культурных благ, равных условий для творческой деятельности. Президент России сказал, что этот год был наполнен разными фестивалями и премьерами, и прежде всего в регионах. Отмечу, что в этом вопросе Самарская область не стала исключением. Многочисленные мероприятия собрали миллионы человек. Вообще вопросу культуры на самом деле уделяется сейчас большое внимание. Об этом говорят даже изменившиеся зарплаты сотрудников этой отрасли. Министр сейчас сегодня заявил здесь на всю страну, что на 55% повысилась заработная плата. А у нас почти в два раза повысилась. Практически в два раза повысилась. В среднем заработная плата работают культуры. И они, да, больше, чем 80%. И они сейчас одни из лидеров в стране по уровню заработной платы. Ну, мы сравниваем с Москвой. Москва, понятно, да. А так, если брать практически лидеры в среднем по стране. По стране среди работников культуры, наверное. Вот. Поэтому много было сделано достаточно. Но понятно, что и проблем еще очень много, особенно в сельской местности, да и даже по тем же домам культуры, по современнику, по ДК Литвинова, по ДК Нефтяников. Отмечу, что за последние три года проведен капитальный ремонт 112 зданий, учреждений культуры. Сейчас идет реконструкция Самарского театра юного зрителя «Самарт». Началась работа в здании, где будет размещаться Самарский театр кукол. Министр культуры Владимир Ростиславович Мединский в своем выступлении отметил, что уже скоро приведут в порядок издание цирка. Напомню, его ввели в эксплуатацию в 69-м году. С тех пор без капитального ремонта. Деньги на реконструкцию выделяются из федерального и областного бюджетов. Также министр культуры привел в пример Самары в вопросе создания в регионах фериалов больших музеев. Это была инициатива президента России. Область стала одной из первых площадок для культурно-выставочных центров Государственного русского музея. Все это с единственной целью – привить культуру, вернуть культуру. Культуру во всем. Мы попытались сформулировать основные цели, задачи и принципы культурной политики и действий государства в этом направлении, понимая культуру очень широко, существенно шире, чем просто сфера культуры, чем деятельность учреждений и организаций. А культура как базовая ценность человека, как то, что формирует его личность. И, собственно говоря, такая постановка вопроса действительно впервые. И, кстати говоря, не только в России. Это то, о чем неоднократно говорил губернатор при открытии новых зданий или даже оценивая сделанный ремонт в больницах. Обращал внимание на детали и отмечал, что в том числе из этого складывается потом культура. Культура поведения, когда нет, например, бордюров или здания детского образовательного комплекса напоминает больше офисный центр. Отсюда следуют проблемы глобальные. Наркомания и СПИД. Уровень жизни во многом этим определяется, уровнем культуры. И вопрос он сегодня рассмотрен именно с этой точки зрения. Когда Владимир Владимирович сейчас подводил итоги, он сказал, что понятно, что годом не кончает, что это вся наша жизнь и что мы в этом отношении будем делать. От этого будет зависеть будущее нашей страны, будущее наших детей, внуков, правнуков и так далее. Очень много документов подготовлено. Тут целый пакет. Тут все практически для власти, для властных структур, для учреждений культуры. Один из важных пунктов, озвученных на заседании, это сделать федеральные музеи доступнее. От Нинкульта прозвучало предложение. Бесплатный вход для детей. Эта идея, заверил Николай Иванович Меркушкин, в Самарской области будет поддержана. Очень важно воспитывать культуру с детства. Этому вопросу отметил глава региона, надо больше уделять внимание, в том числе и в школах, проводить патриотические мероприятия. Подрастающие поколения должны хорошо знать историю. Ольга Павловская, Алексей Вельминский, Новости губернии, Москва. А накануне губернатор принял участие в заседании консультативной комиссии при Госсовете. Напомню, по решению главы государства в состав этого совещательного органа включаются люди, обладающие большим опытом государственной и общественной деятельности. На данный момент 19 глав субъектов, в том числе и Николай Иванович Меркушкин. Обсуждалась экономическая ситуация в стране, в сложившихся условиях необходимо сделать так, чтобы кредиты и ипотека по-прежнему оставались доступными. Нам надо строительную отрасль или, условно, объемы строительства не сокращать, строить жилье, чтобы люди имели возможность брать ипотеку. Каким образом сейчас будут есть поручения Путина на этот счет, правительство Российской Федерации, каким образом сделать так, чтобы ипотека была доступной. Я думаю, где-то январем, февралем эти вопросы решатся, чтобы люди могли продолжать брать кредиты и строить для себя жилье. Плюс, естественно, дорожное строительство, те же объекты социальные, детские садики, школы и так далее. Почему? Потому что кризис не кризис, они все равно нужны. Отмечу, глава региона выступил с рядом инициатив, в том числе предложил членам консультативной комиссии рассмотреть вопросов государственного частного партнерства при строительстве социальных и инфраструктурных объектов в Самарской области такой опыт есть. И также в Москве состоялось совместное заседание Высшего и Генерального Совета в партии «Единой России». В нем принято участие губернатор Николай Иванович Меркушкин, он входит в состав Высшего Совета. Были озвучены инициативы, которые в Самарской области уже успешно реализуются. Например, практика, когда в одном здании расположены и детский сад, и школа. Об этом говорил премьер-министр страны. В нашем регионе это уже есть. И это логично с учетом увеличения рождаемости. Но подход в каждом конкретном случае будет все-таки индивидуальный, пояснил губернатор. В крутых ключах Кошеля в проекте. И наоборот, условно, там в южном городе, там школа, и там могут быть в том числе детишки с не только подготовительных этих, ну скажем, классов, но и, может быть, и детский садик. Эти вот комбинированные варианты, они мы тоже будем делать в зависимости от того, насколько они необходимы. И там, где мы будем понимать, что мы не будем зря тратить деньги, что деньги потрачены на садик, этот садик будет на ближайшие 15-20 лет точно использоваться, то, конечно, будем делать в чистом виде садики. И, наоборот, те же школы. Там, где, условно, сегодня появилась молодежь, а завтра этот микрорайон или там, условно, какая-то стройка, больше развиваться не будет. И потом не будет столько детей для детского садика, не будет столько детей для школы построенной. Там, конечно, мы будем смотреть комбинированные варианты. Первыми в стране в Самарской области запустили проект «Билдинг-сад» на основе государственного частного партнерства. То есть коммерческие садики создают бюджетные места в своих группах. Таким образом удалось существенно сократить очередь. Наряду с этим строятся новые и возвращаются в сферу образования ранее перепрофилированные здания. Также на заседании речь шла о необходимости повышать конкурентоспособность. Это касается самых разных отраслей и активнее работать над вопросом импортозамещения. Эта тема особенно актуальна с учетом санкций. Говорили и о предстоящих выборах. Напомню, в 2015 году пройдут избирательные кампании муниципальных депутатов. В 2016 году в Госдуму. Глава региона отметил, явка на губернаторских выборах в сентябре этого года была высокой. И это хороший показатель активности и доверия населения к власти. Но есть к чему стремиться. На выборах в парламент результат должен быть еще лучше. В целом для Самары выбор губернатора, что они прошли все-таки с такой достаточно высокой явкой, относительно высокой, относительно других регионов. Вот, конечно, 62% это ясно не пределы. Нам на думских выборах этот процент нужен больше. Почему? Потому что от этого количества явившихся будет зависеть количество депутатов, которые мы представим в Государственной Думе. Чем не больше наших депутатов в Государственной Думе, тем больше возможностей в том числе защищать интересы области. 300 миллионов рублей из бюджета области в 2014 году было выделено в качестве субсидий для застройщиков проблемных объектов. 1200 самарцев к концу года все еще числятся в списках обманутых дольщиков. Несколько объектов по области доводят до ума, как показывает практика. Самая большая проблема – дольщикам, инвесторам и ответственным ведомствам сесть за стол переговоров. Итоги совместных решений провели сегодня в правительстве региона. На последнем в этом году заседании Межведомственной комиссии по долевому строительству. Статистика, наконец, в нашу пользу. Регион отошел от лидирующей позиции по числу обманутых дольщиков, каким был еще пару лет назад. Новокуйбышевская и Сызрань вовсе выбыли из этого списка. А 12 объектов по Самаре, однако, все еще ждут решения. У этого дома на Георгия Димитрова десятилетняя история смены застройщиков. Стоимость квадратного метра составляет 35 тысяч рублей за квадратный метр. Соответственно, все договоры прошли государственную регистрацию на квартиры, но денежные средства на счет некоммерческого партнерства не поступили. На сегодня мы отмечаем отставание от графика завершения строительства, но, соответственно, очень вялое течение строительных работ. Стоимость квадратного метра за годы выросла. Выходов сейчас несколько. Доплачивать, отказываться в пользу другого объекта или забирать деньги. Не все дольщики понимают необходимость доплат определенных. То есть на данный момент те дольщики, с которыми заключен договор долевого участия, доплачивают порядка 15-14 тысяч за квадратный метр. Я такой же дольщик, у меня тоже есть такой же договор долевого участия в этом объекте. Я точно так же доплачиваю за свое жилье, которого жду уже почти 10 лет. На сегодняшней комиссии министерству и всем ответственным ведомствам дано поручение решение принять до конца февраля. Идите на контакт, сядьте с министерством, сядьте с города, вы найдите решение. Что вы прячете? Давай тогда принимать силовое решение. И к этому времени прокуратура или Следственный комитет документы нам что-то покажет. И поставим точку. Два самых действенных метода, которые правительство региона использует при решении вопроса, это предоставление в качестве компенсации застройщику земельных участков и субсидии на подвод коммуникаций. В этом году выделено было 300 миллионов рублей. В Самаре разрешение ситуации до сих пор ждут примерно 1200 будущих жильцов. Три объекта, довольно тяжелых, в Тольятти. Один объект по Тене-Люве, один объект по Луговскому району. Поэтому результаты есть налицо. Задача, наверное, за 15-й, дай бог, год, завершить эту программу. Ну и не допускать нового. Нина Ванина, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии. В новогодние праздники все службы, отвечающие за бесперебойную подачу электричества, будут работать в режиме повышенной готовности. В областном правительстве сегодня прошло заседание штаба по безопасности и энергоснабжению. Основные коррективы в работу внесет погода. Мороз, который, как ожидается, ударит уже в конце этой недели, может повлечь за собой обледенение электрических сетей. Подобная ситуация возникла в прошлую новогоднюю ночь в нескольких населенных пунктах области. У нас есть достаточно всех технических возможностей для того, чтобы справляться с любыми авариями. Да, вот этот дождь и обледенение, это очень сложно. Ну и к этому мы с вами научились, как с этим бороться. Оборудование электроподстанций, значит, передвижных и прочее, чтобы мы с вами там пожаром не занимались, а прекрасно понимали, вот они стоят готовые, вот их взяли с аккумулятором, они ли березы нет, и кто их обслуживает. Потому что, ну, всякое может быть, и к этому мы должны с вами быть готовы. Коллеги, проведите перед праздниками проверку источников и определитесь с дежурством, где вы будете искать на запуск этого источника. Не все они автоматические, давайте уж честно скажем. Некоторые нужно запускать в ручном режиме. Это очень важно. Праздник спорта, молодости и силы духа. Традиционный Олимпийский бал собрал лучших начинающих спортсменов. Вдохновленные успехами страны на Олимпийских играх в Сочи, юные самарцы тоже привезли немало медалей. Какие победы загадывают на новогоднем балу, спросили наши корреспонденты. Эти медали – напоминание о совсем недавних победах для кого-то первых в жизни. Олимпийский бал – красивая традиция отмечать достижения юных спортсменов в разных видах спорта, в том числе в своих самарских Олимпийских играх для школьников. Качество победителя, они всегда будут вам помогать и преодолевать трудности, любые трудности, преодолевать самих себя там, где необходимо, там, где-то нужно. И в конечном итоге добиваться поставленных целей. Цели можно ставить самые смелые. Перед Новым годом все загаданное сбывается. Я конкретно занимаюсь легкой атлетикой. Хотелось бы улучшить свои личные результаты, может быть, выйти на более какой-то высокий уровень, ну и продолжать заниматься любым делом. Лучшие в России, Европе и мире всего в этом году награждают 90 человек. 16 привезли медали с международных соревнований. Но это только верхушка айсберга. Главное, что с каждым годом спорт в регионе становится все более массовым. Более 800 только человек становятся участниками мероприятий всероссийского и международного уровня. Более 500 становятся победителями и призерами. Активный, мыслящий человек становится трендом. И этот год прошел на особом подъеме. Победы сборной России на Олимпиаде вдохновили всех школьников. В математике это 12 школ ввели, по географии 18 школ ввели. Это были элементы знаний по олимпизму и так по другим даже предметам. Ну что такое математика? Ну надо знать, что Пифагор был двукратный олимпийский чемпион древних игр. И завоевал он в Панкратионе. Это борьба с кулачным боем, смесь. В ближайшую пятницу в МТЛ-арене состоится еще один олимпийский бал, в котором примут участие лучшие спортсмены губернии. На нем будут подводиться итоги года, вручаться награды лучшим спортсменам, тренерам и специалистам спортивной отрасли региона. Ася Кондаурова, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии. В Самаре и Тольятти откроются предновогодние ярмарки. Свои товары представят местные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности и представители крестьянских, фермерских и личных подзобных хозяйств. Среди них Северный Ключ, Юбилейный, Мясо Агропром, Неприк, Русское Подворье, а также ведущие сельхозпроизводители Республики Мордовия. Мордовский Бекон, консервный завод Саранский, птицефабрика Октябрьская, сыродельные комбинаты Чаловский и сыроваренный завод Сармич и другие. Помимо продуктов обещают товары народных промыслов. Валеные вязаные изделия и ярмарки организованы в рамках исполнения поставленной в послании губернатора задачи и стартуют 25 декабря на четырех площадках областного центра и одной в Автограде. Участие для производителей бесплатные, адреса на экране. Больше миллиарда человек во всем мире отмечают сочельник. По Григориянскому календарю Рождество будут праздновать 25 декабря католики, протестанты и 11 из 15 поместных православных церквей мира. В Самаре торжества сегодня прошли в католическом храме Пресвятого Сердца Иисуса. В 8 часов там началась праздничная месса, которая продлится всю ночь. Есть такая поговорка, если Бог стал человеком, то мы тоже можем попробовать. Если в ближайшем году получилось бы более по-человечески поступать, найти в себе человека, любви, доброту, вот это я желал бы людям. Рождество Христово отметили самарские лютеране. Центром торжеств стала кирха, прихода святого Георга. В библейских сценках о рождении Христа были задействованы в основном дети. Для людей этот праздник, он немножко связан с детством. Он возвращает нас в детство своими подарками, своими сладостями. Я думаю, что это очень хороший праздник. Я всем желаю, желаю счастья, благополучия в Новом году. И еще раз, чтобы мы были людьми под нашими другими. Русская Православная Церковь готовится отметить праздник по юлианскому летоисчислению. Сейчас продолжается пост. Первая служба 7 января пройдет в историческом храме в Самаре. Здание на улице Коммунистической начали реставрировать месяц назад. А сегодня на новый храм установили временный купол. Сегодня трудно себе представить, но уже через две недели, 7 января, на Рождество по юлианскому стилю в этом храме пройдет первое богослужение. Здание на Коммунистической 1 визуально известно всем жителям Самары. Фасадом оно выходит на улицу, его видно из окна машины. А вот о том, что здание изначально было построено как храм, в честь Казанской иконы Божией Матери, не знают даже жители этого района. Был архив. А что изначально было в этом здании? Сначала это был спортивный зал какой-то. ГПТУ был, надлежало профтехобразованию. Поэтому они здесь подготовку вели ребятишек. А потом все это дело упустили на тормозах и взяли подарки. Храм был построен в 1899 году. При нем работал приют имени императора Александра Третьего. И это было одно из красивейших зданий в городе. Однако за время советского периода и последующие 20 лет оно пришло в запустение. И вот месяц назад начались восстановительные работы. В новом виде храм будет двухпрестольным. Центральный престол в честь Владимирской иконы Божией Матери. Казанский храм в Самаре уже есть, в поселке Мехзавод. Продолжится и традиция социального служения. Здесь планируется открыть центр помощи многодетным семьям. Это чудо, наверное, что спустя 100 лет к Рождеству мы отслужим первую литургию. Как вы видите, здесь мы делаем ремонт. Практически, ну, такой чистовой ремонт закончен. Конечно же, до конца довести храм до того благолепия, которое на самом деле было до революции. Это еще понадобится очень много сил и времени. Но пока мы начнем служить так, как есть. Вот вы видите, да, сделается алтарь. И таким образом сейчас у нас вновь возрождается богослужебная жизнь в этом храме. Пока это временный купол. Есть планы восстановить храм и колокольню в первозданном виде. Но это зависит от того, сколько людей готовы стать прихожанами храма и оказать содействие в его преображении. Олег Зверев, Егор Майоров, Новости губернии. За новогодней сказкой за тысячи километров. На главную елку страны сегодня отправились 90 детей из Самарской области. Отличники, спортсмены и дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Все они уже на пути к столице. Традиционно отправляются на красочный праздник в Москву тех, кто особенно отличился в уходящем году. С каким настроением уезжают и чего ждут от путешествия, узнала наша съемочная группа. Юные спортсмены, отличники и те, кому праздника не хватает чуть больше, чем другим. Традиция отправлять детей из Самарского региона в Москву на главное новогоднее представление в стране существует давно. На этот раз отправится 90 школьников со всего региона. В этом году в их числе дети, которые переехали с юго-востока Украины. У меня, конечно, впечатления были хорошие. Я сказала брату, сестре, всем рассказала. От Креблевской елки там будет интересно, конкурсы, Дед Мороз, подарки, все они так классно. Провожают так называемый детский поезд по традиции учителя и родители. Она была безумно счастлива. Она считала эти деньки, когда же это будет 24 декабря, чтобы поехать. Конечно, ребенок очень ждет каких-то позитивных эмоций, потому что мы приехали с Украины, с города Горловки. И ребенок пережил немало. Кроме того, в составе делегации воспитанники детских домов и дети, оставшиеся без попечения родителей. Каждого из них ждет не только развлекательная программа, но и подарки. Это ежегодные поездки в Москву, в столицу, в Кремль дают достаточно позитивный такой настрой для детей. Ну и здесь надо особо отметить, что все-таки это не просто группа детей. Мы старались, чтобы эти дети имели определенные успехи в различных видах деятельности. Это золотое правило, поэтому это стимул. Надеемся, что им все понравится. Программа в этом году достаточно тоже обширная. Сама поездка – это и есть первый новогодний подарок. Уже 26 декабря эти пассажиры окажутся на главной новогодней елке страны. А помимо этого их ждет экскурсия в музей легендарной киностудии «Мосфильм». Ирина Трофимова, Егор Майоров. Новости губернии. А в Самару приехали мэтры российского телевидения. Звезды «Спокойной ночи малыши» в рамках акции «Все лучшие детям» посетили онкогематологическое отделение 1-й детской городской больницы. И поздравили маленьких пациентов с наступающим Новым годом. А позже дали концерт в филармонии. Анастасия Гончарова побывала на представлении и лично пообщалась с Хрюшей. Хрюшу, Степашку, Филю и Каркушу Аня Ющина для сегодняшнего дня видела только по телевизору. Воспитанница реабилитационного центра «Светлячок» специально приехала из Новокуйбышевска, чтобы познакомиться с любимыми персонажами. Они мне нравятся все. Они такие смешные, прикольные. Для юных зрителей телевизионные мэтры приготовили сюрприз – премьеру кукольного «Хрюшоу». Это не просто концерт, настоящий живой диалог с детьми. Они могут выйти на сцену или подойти, задать вопрос. А он может их поцеловать и поздравить с Новым годом. Каждого, каждого. В зале около тысячи человек со всей области. В основном это ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Праздник для них организовали в рамках акции «Все лучшие детям». Все дети, которым, ну, внимание, особенно московских, получается, артистов и таких известных персонажей, как «Спокойной ночи, малыши», нужно, наверное, больше всего, чтобы почувствовать праздник. Концерт длился полтора часа. Ребята пели вместе с московскими артистами, делали зарядку и даже учили иностранный язык. По окончании представления все маленькие участники получили сладкий новогодний подарок от губернатора Самарской области. Анастасия Гончарова, Дмитрий Алатовцев, Новости губернии. И пока это все новости. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова